Привет, это Алисио. Надеюсь, у вас все в порядке. Люди спрашивали у меня апдейт по графику биткоина, и как вы видите, биткоин на этой неделе пробил важный уровень поддержки на 50 тысячах, просто забрал этот уровень, упал на 49 тысяч и отскочил. Отскочил пока хорошо. Ключевой вопрос, что нужно сделать биткоину, чтобы установить дно? Или это падение? И пробитие линии тренда может быть началом чего-то другого? Может это указывает на вершину биткоина? Это нужно выяснить. Особенно, учитывая, что мы пробили минимумы июля. Об этом мы поговорим в этом видео. Присоединяйтесь. Итак, мы на самом деле, верьте или нет, точно такой же ситуации плюс-минус, как мы были всего пару недель назад, когда биткоин упал вот сюда, в начале июля. Еще раз биткоин поднялся и еще раз упал. Что, конечно же, очень многих расстроило. Я думаю, что многие, наверное, думают, примерно как-то вот так. Гребаный ублюдок! Он сделал это опять! Грязный ублюдок! Еще раз! Да, именно. И так много фрустрации сейчас, очевидно, с биткоином. Но, как я говорил, это может быть, что некоторым на самом деле нравится это падение, потому что он упал на важный уровень – 50000. 50000 – это, я думаю, очень важный уровень, на который смотрит много биткоин-энтузиастов. Но дайте также сказать, что это ралли, которое было на биткоине с начала июля до августа. Нужно сказать, что это ралли выглядело импульсивно. Это было хорошим началом. Так что шансы и вероятности были хорошими для того, чтобы оставаться над этими уровнями. Но, к сожалению, этого не произошло. Это нужно помнить. Иногда сценарии с более высокой вероятностью не отыгрывают, потому что я думал, что падение под минимумы июля под эти уровни менее вероятно. Но нужно помнить, что иногда рынок выбирает менее вероятный вариант. Так что мы можем посмотреть на вероятность и можем определить, что наиболее вероятный и наименее вероятный сценарий. Но иногда рынок выбирает менее вероятный сценарий, вне зависимости от всего остального. Рынок вынес эту поддержку. Я думаю, что у рынка много работы перед тем, как мы сможем определить или судить о том, что было дно. И на данный момент биткоин еще не сделал ничего, чтобы указать на то, что было дно. Однако это вероятно, что если биткоин сможет импульсивно опять подняться, скажем, мы сможем хорошо подняться над сопротивлением. Скажем, над недельным 21 или над этим важным уровнем 65600 на дневном графике. Это уровень сопротивления там, на дневном таймфрейме. Это уровень, за которым нам нужно следить. Если биткоин сможет подняться над этим уровнем сопротивления импульсивно, 65600 примерно, то шансы увеличатся того, что было дно для биткоина. На данный момент мы еще не там. И позвольте сказать, что гарантии нету, что биткоин это сделает. Но я думаю, что мы в той же позиции, в которой мы были в июле. Потому что, по сути, вот что нужно сделать биткоину, чтобы указать на дно. Как я упомянул, что нам нужно это импульсивное ралли. Пяти волновый отскок над этими уровнями. В первую очередь ему нужно подняться над 21 экспоненциальным мувингом. Это голубая линия на моем графике. Очень важно. Этот уровень примерно на данный момент в районе 61 тысячи плюс-минус 60, а 1 200 примерно. Биткоин должен подняться над этим уровнем, над голубой линией. И закрыться над ним. Когда я говорю закрыться, я имею в виду недельную свечу. Если биткоин сможет подняться над этим уровнем сопротивления, 21 экспоненциальный. Это будет первым позитивным признаком для биткоина. Но позвольте сказать, что этого не будет достаточно. Я бы хотел видеть продолжение над уровнем 65600 до того, как мы сможем определить, что у нас есть высокая вероятность того, что было дно. И что потенциально будет движение на более высокие уровни в сторону новых All Time High. Но есть также еще одна вероятность. Нужно держать ее в уме. Есть паттерн, за которым нужно следить. Позвольте показать, что я имею в виду. Посмотрите на то, что произошло в 2021-2022, когда биткоин упал в том году. Посмотрите, что произошло. После того, как была вершина в ноябре 2021 и потом большой спад, который здесь был. Смотрите, что было сразу после него. Это паттерн, которого стоит опасаться. И я хочу упростить это видео. Заметьте, что биткоин после падения, он потом отскочил обратно к 21-му экспоненциальному. И заметьте структуру этого отскока. Это был трехволновый отскок. Коррекционный отскок. А, Б, С. Он отскочил обратно на 21-й экспоненциальный. И что он потом сделал? Отвергся от этого уровня. И вы можете видеть, что он упал ниже. Это было первое предупреждение о том, что что-то не так, потому что мы отвергаемся от 21-го недельного. Это обычно отвержение, то есть после падения под 21-й, после падения под 21-й и потом отскока обратно до этого уровня. Отвержение можно считать практически поцелуем смерти. Но паттерн поцелуя смерти появляется на месячном таймфрейме, но его также можно применить к недельному. Опять же, суть в том, что отвержение от 21-го недельного – это не хороший признак вообще для биткоина, потому что это то, что произошло в 2021-м, 2022-м. Это первый признак медвежьего рынка. И смотрите, что было потом. Заметьте, что произошло здесь. Биткоин опять отскочил на 21-й экспоненциальный. Можно даже сказать дважды. И заметьте, ралли был еще раз коррекционным ралли. По структуре. В три волны. А, Б, С. Ралли в три волны. Некоторые, наверное, думают, постой, не было ли это пять волн? Не было ли это? Дайте показать, потому что некоторые, может, думают, что это было пять волн. Например, один, два, три, четыре, пять. Нет, нет, нет. Это не импульсивное пятиволновое ралли. Почему? По очень хорошей причине. В первую очередь, третья волна не может быть самой короткой импульсивной волной. И посмотрите на перекрытие. Это абсолютно перекрывающая себя структура. Перекрывающие структуры, когда волны переплетаются, заходят на территорию друг друга. Это не импульсивная структура. Это коррекционная структура. Что вам нужно для импульсивной структуры? Это что-то вот такое. Один, два, три, четыре, пять. Когда они не перекрываются, это совсем не то, что произошло. Что было, это очень много перекрывающих друг друга паттернов. И когда они так перекрываются, это говорит вам, что, скорее всего, это коррекционная ралли. Заметьте, мы отверглись еще раз, мы поднялись к 21 экспоненциальному и отверглись дважды. Дважды. Вот здесь и вот здесь. Поднялись, ушли над 21 и потом быстро упали под него. Когда это появляется, когда биткоин поднимается на недельном таймфрейме, над 21 отвергается и спускается опять под него. Это не хороший признак. Это признак потенциального продолжения медвежьего рынка или начала медвежьего рынка. И, конечно же, биткоин потом продолжил спускаться значительно ниже. Просто держите это в уме. Причина, по которой я это упоминаю, в том, что если произойдет что-то такое в этом году или в следующие несколько недель и месяцев, то будьте на стороже. Если мы получим коррекционный трехволновый отскок, предполагая, что это минимум на данный момент, предположим, биткоин установил минимум или временное дно, мы этого еще не знаем. Но давайте предположим на данный момент, что биткоин установил среднесрочный минимум. У нас будет какой-то отскок на 21 экспоненциальный. Мы отскочим до этого уровня. И потом скажем, предположим, что биткоин от этого временного дна отскочит обратно на 21 экспоненциальный и потом отвергнется. Кстати отскок, если он коррекционный, то отвержение от 21 экспоненциального да, будьте настороже, потому что отвержение от 21 в этой области примерно от 60000. Если мы коррекционно к нему поднимемся и потом отвергнемся от 21, то готовьтесь к столкновению. Это может быть признаком медвежьего рынка на гораздо более низкие уровни. Я знаю, что некоторые, наверное, думают, Олесио, нет ли у нас паттерна флага? Ребята, будьте аккуратны с нарративами. Не думайте, что то, что вы видите на графике, это именно то, что происходит. Я знаю, что это выглядит как паттерн флага, а особенно если построить канал, можно сказать, что это выглядит как какой-то паттерн флага на графике. И, может быть, и, кстати, помните, паттерн флага требует подтверждения. Так что даже если вы хотите предполагать, что это падение – это паттерн флага или какое-либо коррекционное движение, как я думаю, вы знаете, это все еще требует подтверждения пробоем сопротивления. И нам нужно подтверждение пробоем вот этого уровня, примерно в 65 600 или 66 тысяч. Так что я понимаю, что вы умные ребята. Моя публика – это умные люди. Я понимаю, что вы знаете о вероятностях. Все, что я говорю, это что некоторые люди предположат, что то, что они видят на графике – это точно то, что есть. И это не так, даже учитывая, что это выглядит как флаг. Пожалуйста, учитывайте, что есть другие вероятности. Продолжение следует. se